Из Екатеринбурга в Полевское и затем в село Мраморское за мечтой помогать людям приехал Александр Стариков. Вчерашний фельдшер скорой помощи сейчас спасение для мраморчан. Молодой человек пятый месяц трудится в местном ФАПе. К своим обязанностям приступил в октябре 2020-го. К этому моменту жители уже почти смирились, что у них в деревне нет медицинской помощи. Направляла всех в поликлинику, в северную часть. Ну где-то и сама справлялась с рекомендацией, а где-то всех куда-туда-сюда распределяла. Сейчас в сельский ФАП ежедневно приходят до 20 человек. От АРЗ до ишемической болезни сердца. С разными заболеваниями сельчане приходят к фельдшеру. Александр для них и терапевт, и педиатр, и офтальмолог, и травматолог, и даже психолог. Александр для них приходят у нас бабушки, дедушки, что ой, там все болит, ничего не помогает. Начинаешь расспрашивать, как они себя ведут в повседневной жизни. Пытаемся выяснить, из-за чего у них появляются боли в суставах, или в позвоночнике, или еще где-то. Оказывается, они то ведра таскают, то еще что-нибудь. И вот начинаешь что-то им говорить, просто, можно сказать, какую-то психологическую беседу с ними провести. Они, ой, очень хорошо, очень помогли, спасибо, пошли, и вроде как больше даже не приходят. Могут так проходить мимо, зайти и поздороваться, что просто зашли поздороваться. Население Мраморского – это порядка 800 человек. Кто не может прийти в ФАП, к тому Александр Стариков спешит сам. Между вызовами и приемами консультаций с коллегами из города. Молодой фельдшер старается помочь каждому, кто пришел к нему за помощью. Именно это когда-то и было его мечтой при поступлении в областной медицинский колледж – помогать людям. Была ситуация в жизни, нехорошая, связанная с моим отцом. Посмотрел, как у нас в то время, это был 2001 год, как у нас медицина относилась. Но это было в другом городе совершенно. На каком уровне у нас медицина, ну и подумал, что хоть если я отучусь, может быть, буду более качественную помощь оказывать хотя бы своим родственникам. Перед тем, как приехать в Мараморск, Александр пять лет отработал на скорой. А это колоссальный опыт в деле спасения людей. Там, где счет идет на минуты, решения принимаются мгновенно. А скорая помощь – это все равно, можно сказать, какой-то трэш. Всякие ситуации бывают. Где-то там ДТП, где-то еще какие-то происшествия. И нужно всегда быть на чеку, сконцентрированным и знать, какую ситуацию сделать. Все это пригодилось, когда Александра Старикова направили для усиления кадровой службы в неотложную помощь, в красную зону Полевской ЦГБ. Именно в это время фельдшер понял, что не ошибся с местом работы. Единственное, что расстраивало – это то, что пациенты не доверяют докторам. А городские, там же сейчас, в Полевском, есть большинство людей, которые приехали из Екатеринбурга. Им начинаешь что-то говорить, они тут же перебивают, слушать не хотят. И невозможно им доказать, как нужно себя вести. Они вот в свое, там начитаются в интернете каких-нибудь статей, вот что от коронавируса там очень много людей умирает. Вот сейчас наша проблема, хоть она пошла на спад, но люди все равно его городские в основном очень боятся. Грамотный и уверенный медработник, приятный в общении и внимательный, пользуется уважением среди коллег и односельчан. В день своего профессионального праздника он принимает поздравления и пожелания лечить еще долго жителей села Мраморского. Сам же молодой фельдшер мечтает о современном здании ФАПа. Руководство ЦГБ обещает исполнить эту мечту к 2023 году. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.